Всем привет, друзья! Вы ведь просили съездить на Химическое озеро, прав? Прав. Поэтому мы сегодня поедем и мы там не просто покажем вам Химическое озеро, а мы еще пофоткаемся, сделаем крутые фотки. Также проведем второй эксперимент. Проведем эксперимент. Я возьму с собой банановую шкурку, целлофановый пакет, бумажку, йод, а также вот чаек, чаек, чаечек. Посмотрим, что будет, если засунуть все эти предметы в Химическое озеро. Я думаю, будет интересно. Давайте проверим. Короче, прикол заключается в том, что мы с Женьком не знаем, как туда проехать. Сейчас будем, короче, рыскать, искать дорогу. Надеюсь, приедем. Я, короче, взял перекись и йод. Мама говорит, ты что, тупой, что ли, в озеро, блин, лить капельки там перекись и йода? Ну, не знаю, походу тупой. Ну, посмотрим, что будет. Может, что-то произойдет, какие-то там оттенки пойдут, не знаю. Вон, ребят, золоотвалы уже тут видны. Там будет потом, вот сейчас мы дальше проедем, и там будет поворот налево. И как раз будет такая гравийная дорожка идти туда. А, мы проехали. Проехали, все-таки туда надо было. Ну, давай дальше проедем, посмотрим, что там. Давай. 170! 180! Главное, чтобы дорога не кончилась. Ну да, это что-то вообще не то. Короче, мы что-то ездили, ездили, вообще непонятно, как туда пройти. Вот, пошли вот здесь, какая-то дорога, там золоотвалы. Сейчас немножко пройдем, может, там где-то дорога, проход к этой, к реке-то, блин, к этому, к озеру. Смотрите, вот здесь, короче, на пути идет желтое озеро какое-то. Тоже химическая шняга какая-то. Желтизна просто, как моча. Это инвайт, это инвайт, вот отсюда набирают этот, в лимонады, короче, фанту. Вот вы пьете такую шляпу. Смотрите, мы пришли, а вот там еще столько идти, это просто капец. Во, ёпта, что это, подожди. И мне кажется, тут объезжать надо на машине вот так все, вот оттуда. Вот, видишь трубу? Да, да, да. Вот эта херня, короче, она... Как же там было? Мужик сказал тут, что нужно ехать туда, куда мы ехали далеко-далеко, минут 30, наверное, где-то пилить надо. Ну, я думаю, что мы за 15 доедем. Да, с тем, как Женек гоняет. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели, что мы хотели пешком туда дойти. И представьте, если на машине ехать 30 минут, то пешком надо, наверное, часа 2 с половиной, да, пердолись. Вот, плюс мы шли уже 30 минут, там 3 часа идти, это вообще жесть. Поэтому хорошо, что мы не пошли. Оказывается, у нас в Нарвине одни горы, а Женек сказал тут несколько, и вот как бы мы впереди видим горы тоже. Смотрите, вон, сейчас приближу вам. Вон там горы, едем к ним. Вон там кто-то варит наверху, что-то. Да, да, да. Вот мы приехали, ребят. Вот это то место. Так что у нас в нашей Эстонии тоже горы есть, мы тоже горные орлы. Вася, да, ара, эй. Ара, шашлычка мне, пожарь быстренько. Как ты вообще, братан, пари, нари, джури, фури, 3 рубля, но... Ну вот мы и приехали. А вы говорите, голубая лагуна есть только во Флориде и где-то на Гавайях. Хер там плавал, вот она голубая лагуна прямо под носом. Ну что, друзья, давайте проведем эксперимент. Надеваем химическую маску. Мы настоящие химики. Звучит двусмысленно. Да, давайте начнем сначала с пакетиков чая. Окунем их в химическую воду. И посмотрим, поменяет ли это озеро цвет. И посмотрим, что будет вообще. Надо, чтобы вот это долетело до туда, а тут далековато что-то. А ты встань по колено туда. Сейчас немножко подождем. Ну он, короче, растворяется, как чай обычный. Может быть, немножко сейчас... Заваривается! Может быть, немножко сейчас полежит. Может быть, немножко сейчас чаеки попьем. Да. Значит, мы, короче, оставим вот так, чтобы полежало. Мы закинем банан туда. Так это не банан, это шкурка от банана. Да, шкурка от банана. Пусть полежит. Надо посмотреть. Следующим делом мы сейчас капнем йода и посмотрим, что будет. А где йод? Вот йод. А йод, смотри, он как-то сразу там растворяется. Йод, смотрите, становится, да, вот такого цвета. Как говно. И смотрите, когда вода льется, он просто растворяется абсолютно. То есть вода не доходит до него. Сейчас вот волна подойдет. Смотрите, он просто растворяется в хламину. Он исчезает. Видите, я капаю? И он исчезает вообще в этой воде. Эксперимент удался хоть с чем-то. Перекись водорода он взял специально, если вдруг его укусит комар, чтобы продезинфицировать рану. Я думаю, что ничего не будет. Давайте посмотрим. Да, ничего не происходит. Белое в белом остается. Целлофановый пакетик при собачьем. Посмотрим, что с ним будет, растворится он или нет. И кинем его вот так. И мы, как великие алхимики, будем ждать, чтобы камни превратились в золото. И пока мы будем тут фоткаться, они полежат и посмотрим потом, что с ними будет. И давайте еще положим бумагу. Ё-моё. Так, тихо, эксперимент с чаем, по-моему, провалился. Но судя по виду самого чая, в пакетике чай заварен, его можно пить. Его можно употреблять уже, всё. Бананчик, бананчик, по-моему, с ним ничего не случилось. Ну да, банану пофиг. Тихо, 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 пришла команда пловцов. Сейчас они будут показывать, как пользоваться этой голубой водичкой. Так, 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 так. Вон там их тренер, предводитель. Его зовут Вадик. Так, 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 оп, оп, оп. Понятненько всё. Ладно, у нас эксперименты. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, друзья, что можно сказать по поводу эксперимента? Значит, чай у нас, конечно, заварился в химическом озере, видите? То есть можно пить нормально. С бананом ничего не случилось. Но мне кажется, если он полежит, то как бы, ну, он исчезнет, скорее всего, со временем. Ну, мы через месяца два сюда приедем, посмотрим. Раствориться. С бумажкой тоже ничего не случилось. И с пакетом подавно. Он даже не порвался, ничего там не случилось. Вот. Сейчас всё это уберём. И поедем домой. Ну, всё, друзья, я уже дома. Приехали с озера. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно такое не спортивное получилось. Но я прям снял отдельно для вас этот видосик. Потому что вы хотели, чтобы я съездил на это озеро. Сделали фоточки прикольные. Ну, а так, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на нас. Ссылки будут в описании. И увидимся в следующем выпуске. Пока!